ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Посмотрите, прошлой ночью в польском Катамеже неизвестные рассыпали украинскую пшеницу сразу из восьми грузовых вагонов общей массой почти 160 тонн В газете «Советская Эстония» от 25 мая 1950 года тоже рассказывали о проблеме со смыслом слов демилитаризация и деноцификация Прошло 74 года с тех пор, но также не могут объяснить, что оно означает Цитируем Лектор товарищ Гашев читает лекции по истории ВКПБ слишком книжным языком употребляя много иностранных слов Подобным недостатком грешат и лекции по внешней политике СССР товарища Кубьяса В результате некоторые слушатели говорят иностранные слова на семинарах и экзаменах без понимания их значения Так, на экзамене по внешней политике 6 апреля сего года слушатель товарищ Дрожкин для большего эффекта употребил слова демилитаризация и деноцификация Но когда экзаменатор товарищ Кашковская попросила разъяснить значение этих слов он не мог этого сделать Орден за охрану патриарха Патриарх Кирилл вручил главе Федеральной службы охраны Дмитрию Кочневу Орден Дмитрия Донского первой степени за эффективную реализацию комплекса мер нацеленных на обеспечение общественного порядка при проведении различных мероприятий Московского патриархата Фактически силовик получил награду за охрану самого главаря РПЦшной секты Как говорится, Кесарю Кесарева Дмитрию Дмитриева Мы воюем с НАТО Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной Мы воюем со всем НАТО и немножко больше Мы уже воюем с НАТО Наша страна воюет с 3 миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО Эта война идет не с Украиной, а с НАТО В том числе и физически солдатами НАТО Рашисты уже два года воюют с НАТО Но НАТО только сейчас заходит на территорию Украины Сообщает крымский пропагандистский канал ЧП «Симферополь» Вопрос, где до этого рашисты воевали с НАТО Если НАТО только сейчас заходит в Украину Поворот не туда Рашист ехал такой уверенный весь из себя Думал на Берлин попасть, но камень с неба всю малину испортил Вот оно, лицо русского мира Этой рашистке счастливо жить мешали нацисты и бандеровцы Вот победят путиноиды их и сразу жизнь наладится Основная у нас была проблема – это нацисты и бандеровцы Это то явление, которое портит жизнь всему мирному народу И как на Украине и во всей Европе, и это большая серьезная угроза была России Я так думаю, что это вот можно назвать или как сравнить С больным каким-то органом, который в организме мешает жить человеку спокойно И нужен был хирург, который должен эту болезнь устранить Этим хирургом и стал Владимир Владимирович И это мероприятие он правильно назвал операция Операция, которой он как раз избавит человечество от этого недуга Он просто-напросто ликвидирует его, уберет и все будет хорошо А то, что касается сейчас действия, которые там происходят Это вот это и есть операция по избавлению от того, что нам мешает жить Да что ты, черт побери, такое несешь Разъяснение от жительницы Донбасса Кто же на самом деле 8 лет дамбил бомбас? Знаете, я родом из Донецка Я наблюдаю за тем, как люди, живущие сейчас там Пишут о том, что 8 лет нас обстреливала Украина 8 лет это продолжалось, практически 9 8 лет! 8 лет! Я хочу рассказать немного о своей истории Я жила под оккупацией в городе Горловка год Я уехала в 15-м году в феврале И со своего окна я наблюдала такую картину, как там стояли грады Как бы не украинские И они куда-то запускались И тогда я не обращала внимания на это Ну, как бы обращала, но не вникала, куда это все летит и так далее И на днях мне стало конкретно интересно Я открыла карту и начала разбираться, куда же оно могло лететь Хочу уточнить, что эти действия происходили зимой 14-го года-15-й год Тоже зима, январь, февраль И в общем, к чему я пришла Что в том направлении находятся Донецк и Макеевка Я нашла в гугле, это открытая информация В принципе, для всех, что Донецк и Макеевка были оккупированы с 7-го, если я не ошибаюсь, мая 14-го года То есть, на тот момент, когда это все летело в ту сторону, эти города уже находились под оккупацией Я хочу еще раз акцентировать ваше внимание, что все это я наблюдала лично, своими глазами У меня есть много таких историй, поэтому если это видео зайдет, я буду рассказывать еще Но у меня такой вопрос Как люди, живущие там 8 лет, этого не видели? Руслан Белый, российский комик здорового человека Давай объясним тем, кто говорит, что ты предатель А почему ты, человек с военным опытом, не идешь защищать свою родину? Потому что на мою родину никто не нападал, это раз Я не согласен с фразой, что если драка неизбежна, надо быть первым Ну, точно не в 2022 году Ну, тогда ждите, когда нападут Ну, при всем уважении Тогда все, что вы делаете, сейчас правильно Тогда все бы были на вашей стороне Я уверен, что не было бы людей, которые бы что-то не поддерживали Типа, вот, нас обманули А почему вас обманули? Ну, имеется в виду, там, на внешнеполитическом уровне, на геополитическом Мы же вроде славились всегда какими-то и дипломатами мощными И контрразведка у нас вроде такая крутая была, и все Как, где вас переиграли-то? Почему дошло до того, что вы теперь вдруг должны бить первые? А это Белгород Происходит отодвигание ракетной опасности от границ России До 24 февраля 2022 года Жители Белгорода о ракетной опасности узнавали только из учебников истории Люди, короче, полно Все спрятались После ракетной опасности Интересный поворот в деле Никиты Журавеля Которого избил сын Кадырова Оказывается, Журавель сжег не Коран А смысловой перевод этой книги с толкованиями Под названием «Свет священного Корана» И он, этот перевод, внесен Министерством юстиции РФ В список экстремистских материалов То есть Российский суд дал 3,5 года колонии человеку Который сжег экстремистский материал А сын Кадырова получил множество медалей За то, что избил человека, который сжег экстремистскую книжку Даже коллаборант Олег Царев возмутился На каком основании суд приравнял перевод некоего толкования к самому Корану Мы не знаем Но будем надеяться, что апелляция разберется и примет законное решение Потому что может так статься, что решением судьи Никита Журавеля осужден на 3,5 года за сожжение не Корана, а экстремистской литературы Сразу после встречи с Бернсом Президент Украины организовал еще одну сходку Но уже для западных СМИ На сборище под названием «Форум Украина-24» он фактически сразу же сообщил, что В России получали планы контрнаступления Украины Еще до их реализации Отсюда, говорят, все наши проблемы